Всем привет ребятки, с вами как всегда Allplay и добро пожаловать на мой канал. Мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки, у нас будет крутейшая подборочка, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Начинаем играть по порядку с игрушки Sonic Dash. Мы здесь с вами ребятки уже прошли несколько миссий, несколько локаций у нас открыты, это самая первая локация, которую я уже отстроил, видите. Тут вот вторая локация, которую я сейчас строю потихонечку, когда у нас хватит кристалликов, мы полностью ее отстроим и у нас будет еще один новый герой. И вот третья локация, это самая последняя, где мы пока что с вами, к сожалению, ну мало что построили, потому что не хватает нам кристалликов. Из-за того, что я уже столько локаций построил, у меня тут есть, видите, уже три героя, так что одного из них мы сейчас с вами возьмем и попробуем чуть-чуточку поиграть. Ну давайте мы с вами возьмем, ну давайте, пускай будет у нас Крим. Берем ее и погнали, попробуем пройти как можно дальше. Здесь нам нужно будет выполнить частично задание для того, чтобы получить бонусы. Сейчас, ребятки, я настроюсь, чуть-чуть сделаю потише, а то прям очень по ушам оно дает. И здесь, вот смотрите, ребятки, в этой игрушке нам, во-первых, нужно будет подобрать, по-моему, 10 знаков вопроса, да, то есть 10 вот этих вот бонусов. А также здесь, ребятки, нам с вами нужно будет, по-моему, кое-каких крабиков, вроде как розовых сбить. Вот сейчас я посмотрю, точно ли. Да, вот смотрите, ребятки, мне нужно будет сбить 25 розовых крабиков, я уже сбил 18. И нужно будет подобрать 10 знаков вопроса, то есть 10 бонусов. Я уже тоже один подобрал. Ну что же, это у нас получается, что первая миссия. Ой, немножко не в ту сторону, я пальцем крутанул, и поэтому нам засчитали 0 бонусов. Но это ничего страшного. Сейчас мы с вами попробуем ещё частично пройти вперёд и вот этих вот крабиков позбивать. И как раз-таки попробуем, ребятки, мы с вами собрать побольше вот этих вот знаков вопроса. Это бонусы своего рода. Так, пока у нас всё неплохо получается. Ещё один бонус подобрали. Тут нужно нам подпрыгнуть. 5 бонусов я уже собрал, и, по-моему, практически всех крабиков позбивал, которых только мог. Так, тут у нас ещё один бонус, ещё один крабик и ещё один крабик, ребятки. Отлично, мы с вами неплохо, в принципе, справляемся. Практически все крабики подобрал я. И вот 7 бонусов тоже я собрал. Хорошо. Сейчас я уже до конца давайте дойду. До конца дособираю все вот эти вот бонусы и посмотрим, что нам в этой игрушке дадут. И что нам с вами засчитают за этих 2 задания. Так, неплохо пока что. Плюс 10 колечек нам с вами подбросили. В предыдущий раз немножечко не так я пальчиком сделал, как нужно было, и мы с вами ничего не получили. Но тут, в принципе, хотя бы 10. И то неплохо. Так, одно задание практически выполнил. Осталось буквально ещё 2 таких вот крабика розовеньких подобрать. Подбить, вернее. Если я это сделаю, то одно задание мне уже полностью засчитают. Тут мне нужно было, ребятки, по-моему, я врезался. Да, я врезался, видите, совсем чуточку не хватило для того, чтобы до конца уже это задание пройти. Значит, давайте мы с вами ещё один забег устроим по бырику, да? Соберём 2 знака вопроса и сбьём 2 таких вот розовеньких крабика. Посмотрим, что нам дадут. Мне просто интересно узнать, что нас с вами там будет ожидать. Один знак вопроса мы подобрали. Бонус. Это, к сожалению, красные крабики. Это не те, что нам нужны. Нам нужны с вами розовые. Поэтому мы как раз как раз таки розовые должны сбивать. Вот у нас как раз таки розовый один, второй. Всё, мы с вами, получается, одно задание полностью выполнили. И, по-моему, практически выполнили второе. Сейчас я точно гляну. Давайте заценим. Да, друзья, мы с вами и второе задание тоже выполнили. Поэтому можно, в принципе, даже врезаться. Итак, смотрим, друзья, что мы с вами получили. Получили мы с вами, пожалуйста, по 10 кристалликов. А нет, не 10. 10 кристалликов и 10 экспириенса за одно задание. И второе, ребята, 25 кристалликов и 15 единиц экспириенса. Это позволит нам в дальнейшем получить новых героев. Если понравилась игрушка Sonic Dash, ставьте лайк. Следующая у нас будет Gun Run. Начинаем мы с вами прохождение с 11 уровня. Пару уже миссий я тут, как вы понимаете, прошёл. Нам нужно увеличивать количество наших воинов. И уничтожать вот тех вот, ну, салатово-жёлтеньких чувачков. Которые на нашем пути будут появляться. После того, когда мы их уничтожили, нам нужно приумножать нашу армию. Это мы с вами можем делать двумя способами. Либо умножать наши войска, либо добавлять. Иногда нам можно прибавить что-то. Когда у нас там, например, можно прибавить 20-30 единиц. А иногда нам с вами можно умножить. Если умножить тоже там на 4-5 единицы. То есть иногда нужно брать там, где прибавлять. А иногда нужно выбирать ту иконочку, где можно умножить. Итак, ребятки, мы с вами, получается, этот уровень первый проходим. Вот наш боксёрчик победил и 11-й уровень пройден. Следующий у нас 12-й. Вот здесь вот, видите, мне нужно было взять, чтобы прибавить. Тут мы с вами опять берём, прибавить 15. Итого у нас их уже 19. Но здесь можно, конечно, взять, умножить на 2, чтобы у нас их было аж 26. Так, ещё 8 чуваков мы с вами завалили. Опять умножаем это всё на 3 нашу армию. Тут минус 5. Ну и тут нам нужно, наверное, будет обратно умножить на 2. Итого у нас будет 64. Вот, вуаля, ребятки, мы с вами опять к финишу подходим. И у нас довольно-таки серьёзная армия. У нас получается вот такой вот крутой боксёр. Мы с вами наносим повреждения нашему противнику. Этого противника обратно же уничтожаем. И второй уровень к ряду побеждаем. Выигрываем. Так, ладненько, ребятки. Третья игрушка у нас будет Going Balls. Для начала можно посмотреть, что у меня тут есть из шариков. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами вот это яблоко поиграем. 26-й уровень и играем мы с вами за яблочко. Прикольный такой шарик. Если честно, очень реалистичное это яблоко. Тут нам главное, ребята, побольше монеток собрать и поменьше раз свалиться вниз. Сохраняемся. Отлично. В левую сторону. О, опять монетки. Мы потом с вами за эти монетки будем себе новые карты открывать. И потом, ребята, мы с вами будем открывать себе новые шарики. Ну, вот мы с вами, в принципе, довольно-таки быстренько приехали и 26-й уровень прошли. Тут у нас есть возможность открыть три сундучка. Давайте рандомно открываем. И нам тут с вами подбросили еще чуть-чуточку монеток. В принципе, неплохое. Такая подборочка. Ну, и давайте еще 27-й уровень, наверное, пройдем. Хотя, не, ребят, давайте, наверное, 27-й уровень уже пройдем в следующий раз. Если тоже нравится игрушка, ставьте лайк. Следующая игрушка, четвертая, будет у нас Tom Hero Dash. Ну, а здесь у нас с вами уже открыта Анжела и за нее можем играть. Продолжаем уже отстраивать новый город. Вот, и давайте что-нибудь, да, построим. Ну, вот, есть возможность отстроить частично катер за 10 кристалликов. И там у нас около 2000, чуть больше, чем 2000 есть. Мы с вами можем еще какую-то часть города тоже чуть-чуточку преобразить. Ну, давайте за 2200 мы с вами вот этот вот еще пляж тоже чуть-чуточку уберем. И он будет почище. Когда мы с вами полностью этот город восстановим, то тогда у нас будет уже Хэнк. У нас будет Tom, Анжела и Хэнк. Пока что только Анжела. Ну, вернее, не только Анжела, а Том и Анжела. Ну, и погнали, попробуем частично зарабатывать, опять же, денежки. И попробуем, ребята, потом эти денежки использовать для того, чтобы построить город. Так, тут у нас уже злые еноты. Нам нужно вот так вот их несколько раз, ребят, ударить. И тогда нам засчитывают победу. Хорошо. Пока продвигаемся вперед. Тут осторожно тоже двигаться нужно, чтобы ни во что не врезаться. Как и в любом раннере, в этом раннере нам с вами нужно как можно меньше раз врезаться. И как можно больше собирать денег для того, чтобы отстроить, ну, в данном случае, уже, как я сказал, город. В каком-то раннере нужно город отстроить. В каком-то раннере нужно просто деньги для того, чтобы отстраивать там домик. В третьем раннере вообще не нужно нам ничего отстраивать. Мы с вами должны зарабатывать деньги и открывать новых героев. То есть, смотря какой раннер, зависит, в зависимости от того, какой раннер, и мы с вами должны выбирать то, для чего нам нужны будут деньги. Так, мы с вами перешли к следующей локации. Тут наша Анжела сейчас опять будет собирать денежки. Мы с вами можем еще пройти чуть дальше. Енотов сбиваем и денежки собираем. У нас тут скоро где-то должна быть какая-то пассивочка. Пока, к сожалению, ее нету. Ну ладно, сейчас что-то да подберем. Больше всего мне нравится... Вот она, вот она, вот она, вот она, ребятки. И вот эта вот самая прикольная штука. Это, получается, что дает нашей Анжеле, в данном случае, силу супергероя. И она просто наиви уничтожает всех. О, вместе еще и со мной Томик бегает, отлично. Анжела с Томиком тут участвуют в гонке. Опять денежки мы с вами подзаработали немножечко. И можно двигаться дальше. Ну, как вы понимаете, ребята, в эту игрушку можно играть практически бесконечное количество времени. Она довольно-таки простенькая. Тут у нас, ну, ориентироваться можно довольно-таки быстро, да. То есть у нас нету какой-то скорости бешеной или там каких-то непроходимых карт. Поэтому, ребятки, в нее мы с вами играть долго не будем. Сейчас давайте еще чуть-чуточку пройдем и специально врежемся. Потому что если бы у нас была только одна эта игрушка, я бы, конечно, поиграл подольше. Так, у нас там впереди еще много игр. Поэтому давайте пока что с этой игрушки мы с вами закончим. Следующая у нас будет Поп-Ас. Давайте мы с вами тут парочку различных фигурок соберем и потом их похлопаем. О, прикольно, да, ребятки? Это своего рода антистресс игрушка. Для начала собираешь какую-то, ну, скажем так, какую-то фигурку, да, или там какую-то там строение, еще что-то. А потом начинаешь это все хлопать. Тут уже чуть-чуточку будет посложнее. Но мы с вами все равно, наверное, что все сделаем правильно. Так, ну, отлично. Ого, ребята, это что у нас облако было, что ли? Мы, походу, с вами только что облако собрали. Тут у нас будет вроде как черепашка. Нет, не черепашка. Это у нас, знаете что, ребят, это у нас цыпленок. Реально, на цыпленка, честно говоря, не сильно был похож, но это цыпленок. Здесь у нас, походу, трефа. Кто играет в карты, то, наверное, знает. Дальше. Это у нас что такое? О, не знаю, ребят, наверное, барашка какая-то. Прикольно. Мне кажется, что это действительно барашка. И здесь нам с вами нужно уже будет хлопать музели на ноге. Так. Хлопаем, хлопаем. Тираем эти музели. И сколько? Все. Нет, еще разочек нам нужно это все проделать. И последний раз. Все. Нам с вами засчитывают этот уровень. И мы с вами переходим дальше. Тут у нас уже будет новая локация. И мы сейчас с вами будем собирать уже новые фигурки. Это у нас вообще какой-то просто квадратик. Я думаю, как эта фигурка будет. Но нет, это простой квадратик. 71 уровень. Проходим. Ну и давайте, наверное, еще пройдем один уровень. Это у нас будет жирафик. Мы его с вами тоже собираем. И тоже вот так вот попаем. Все, ребятки. Его мы с вами тоже отпопали, да? Ну что же. Следующая игрушка будет у нас Coin Masters. Для начала мы с вами можем прокачать параметры наших героев. И постараться пройти тоже хотя бы одну-две миссии. Тут мы с вами должны увеличивать нашу армию. Периодически ее будут уничтожать. Либо это будут стрелки, либо воины, либо какие-то препятствия. Но мы с вами должны ее приумножать. И стараться дойти к финишу с наибольшим количеством вот этих вот человечков. Также у нас тут в конце, ребята, может быть сражение с боссом. Поэтому наша армия должна быть максимально большой. Для того, чтобы накостылять боссу. 11 уровень мы с вами проходим без сражения с боссом. Поэтому где-то 12-13, там вот где-то через уровень, через 2 уже должен будет босс быть, появиться. И мы с вами должны будем его уничтожить. Так, у нас есть новые скинчики. Да, вот у нас есть два скина. Ну давайте выберем, пожалуй, этот первый. Тут у нас что? А, мы тут с вами могли отстраивать наш остров. Но пока что я этого делать не буду. Давайте еще нашу армию чуточку увеличим. И хотя бы одного босса мы с вами должны будем завалить. Так, тут на 5 умножаем. Наша армия обратно же растет. Тут еще плюс 10. И да, вот у нас будет сражение как раз-таки с боссами. И мы с вами подбираем еще плюс 80 героев. Ну все, ребят, тут, наверное, мои воины уничтожат этого босса. И мы с вами 12 уровень тоже должны будем пройти. Насколько я понимаю. Да, друзья, этот уровень мы с вами тоже проходим. Нам дают аж 20 кристалликов. И еще частично дадут деньгами. Следующая игрушка у нас будет уже Join&Clash. Сегодня я сюда еще не заходил. Поэтому давайте мы с вами получим бонусы. И также нам с вами можно будет подсобрать побольше деньжаток. Погасить побольше вражеских строений. И получить еще новый скинчик. Хотя знаете, что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем сыграть тем скином, который я только что получил. Это вот эта вот девушка с куриными какими-то бедрышками на голове. Ну у нас есть 6809 голды. Поэтому давайте прокачаем мы с вами урон и защиту. И погнали. 57 уровень. Наша армия растет. Становится все больше, все серьезнее и сильнее. Нам с вами нужно так двигаться, чтобы поменьше наших воинов терять. И с большим количеством воинов прийти к финишу. Для того, чтобы завалить соперника. Так, пока вроде неплохо все получается. И тут часть все-таки соперников я, ребята... Ой, часть воинов я потерял. Мы с вами будем сражаться против Железного Человека. Глядите, какой здоровенный Железный Человек с тесаком. Ну, мои воины должны будут его завалить. Да, мои воины его завалили. И, вуаля, мы с вами эту миссию прошли. Довольно-таки успешно и легко ее прошли. Еще осталась часть армии моей. Которая помогает мне захватывать замок. Так, это хорошо. Мы пока что с вами ничего не можем строить. Потому что нет у нас вот этих вот топориков. Но есть возможность еще хотя бы один бонусный уровень пройти. Так, давайте тогда постреляем. Побольше вот этих вот скинов завалим. Вражеских, да? Нам с вами нужно пострелять вот так вот по ним. Чтобы они не подходили к нам. И мы с вами за уничтожение этих вражеских скинов получаем как раз-таки денежки. Так, тебя завалим, тебя завалим. И тут вот, ребята, у нас идет, смотрите, какой здоровенный босс. Нам нужно его три раза в него попасть. Если попадаем три раза, то выиграли. А, отлично, друзья, мы с вами этот уровень тоже прошли. И бонусы капнули нам. Сколько капнуло? 493 монетки. Ну, в принципе, довольно-таки неплохая прокачечка. Ну, и давайте поиграем в самую последнюю игрушку на сегодня. Это будет Сабвейсерф. Давайте для начала мы с вами откроем несколько сундучков. И посмотрим, ребятки, что тут у нас может выпасть. Ну, давайте мы с вами откроем вот этот вот сундучок за шесть ключиков. И, ну, не так-то и много нам с вами выпало. Давайте еще разочек его откроем. Такой же самый. Посмотрим, что у нас. О, тут магнитофон. Прикольно. 15 магнитофонов выпало. Хорошо. Ну, и давайте за 500 еще монеток простой тоже сундучок откроем. Тут нам что дали? Тут нам дали один ключик. Ну, не густо. Ладно, погнали, ребятки. И теперь попробуем собрать немножечко денег для того, чтобы, ребят, в дальнейшем можно нам было с вами за эти денежки прикупить себе новые скинчики. Тут за нами как раз-таки гонится вот этот вот охранник музея. Ну, а мы должны будем как можно дальше пройти. Желательно собрать слово полностью. Получить какой-то сундучок. И в этом сундучке получить какие-то бонусы. Так, серферс. Понятно, наше слово с вами серферс. Ну, если честно, то довольно-таки долго его будет собирать. Наверное, мы с вами его уже сегодня не соберем. Часть буквок я соберу сегодня. Ну, а часть буквок мы с вами соберем попозже. Получим какой-то приз. Вот, какой-то сундучок. И потом с помощью этого сундучка можно нам будет открыть новые скинчики. Ой, еще одна буковка. Отлично. А хотя, кто его знает, ребятки, если мы с вами будут быстренько давать нам эти вот буковки, да, то можете соберем слово прям целиком. Но оно длинное, серферс. Это не три, не четыре буковки, да. Посмотрим, короче, как у нас карта ляжет. Тут можно нам с вами взять вот этот вот аппарат, прокатиться. Тут подпрыгнуть, опять подпрыгнуть. Тут мы с вами можем по поездам, видите, прыгать. И, соответственно, ничего нам никто не сделает. Ребят, смотрите, мы уже с вами три буковки собрали. Еще осталось четыре. Может, мы реально с вами сегодня это слово все-таки соберем. Хоть она и большая, и семи букв состоит. Но, тем не менее, мы же с вами уже часть этих буковок собрали. Еще одну буковку вижу. И это у нас она уже какая? Еще две. Р и С нужно. Мы с вами Е собрали. Еще нужно две. И получим приз. Главное, ни во что не врезаться. И главное, не погибнуть. Так, тут подпрыгнуть нужно. Опять подпрыгнуть нужно. Тут вниз. Ого, поезда начинают ускоренно возле нас ходить. О, еще одна буковка. И последняя буковка С. Ребятки, еще одну буковку С мы с вами подбираем. И все. И получаем какой-то бонус. Было бы очень круто, если бы мы его сейчас с вами уже взяли. И посмотрели бы, что нам там дали бы в том сундучке. Так. Осторожно. Осторожно. И все, друзья. Вот и последняя буковка. И я врезался. Ну что же, нам с вами дали еще один сундучок. И в этом сундучке будет, что дали нам денежек. Да, о, тысячу монеток. Неплохо, правда же? Вот нам с вами, ребятки, и подогнали тысячу монеток. Ну что же, друзья. Если понравились сегодняшние игрушки, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Allplay. Всем удачки и всем пока.